Господа, всем привет! Сегодня мы рассматриваем следующий принцип ООП в PHP, называемый инкапсуляцией. Программирование, если говорить терминами, инкапсуляция это сокрытие реализации какого-либо функционала, по факту какого-то кода, с возможностью доступа к нему или без доступа по каким-либо интерфейсам, внешним дочкам входа. Считается, что объект, вообще любой объект, по-хорошему не должен бы выставлять все свои методы и свойства на показ, выполнять только ту функцию, для которой он был предназначен очевидно. То есть машина должна ехать, перевозить пассажиров и так далее. Может звучит это немножко непонятно, но вот картинка должна все объяснить. Есть у нас автомобиль, да? Если вы не профессиональный автомеханик, а ездун, обычный пользователь вроде меня, то по большому счету вам неинтересно, что когда вы нажимаете на педаль, скажем, газа, открывается дроссельная заслонка, что впрыскивается воздушно-топливная смесь, что от искры зажигается эта воздушно-топливная смесь, смесь взрывается и так далее, и так далее. Вам интересен только тот момент, что когда вы нажмете на педаль, машина поедет. Ускорится или замедлится, это уже не важно. Разработчик двигателя, он вообще система автомобиля, он позаботился о том, чтобы у вас был только один вход в систему, такая точка доступа, интерфейс в виде педали. А все, что происходит внутри, оно от вас скрыто. То есть он позаботился о том, чтобы ребята вроде меня ездили на автомобиле и не лезли своими кривыми руками в двигатель, если они в этом ничего не понимают. Кроме того, для того, чтобы я ничего не сломал в этом двигателе, также они позаботились о том, чтобы в салоне не было никакого переключателя, скажем, передаточного числа коробки передач какой-то шестеренки. То есть, что это значит? Допустим, мы едем на автомобиле, и в какой-то момент хлоп, и у нас по волшебству конфигурация меняется, шестеренки становятся больше, машина едет быстрее. Это такой себе волшебный вариант, в результате которого по-хорошему у нас должно все заклинить, перекосить, задняя балка улететь куда-нибудь, а мы приехать в какой-нибудь первый кувет. Ради нашей безопасности это тоже сделано. То есть, принцип такой, что вот это сокрытие реализации движения автомобиля, он от нас скрыт. У нас есть только рычаг переключения передач, педали, руль, и какие-то дополнительные элементы, которые помогают нам управлять автомобилем. Вот эти вот элементы, которые, к которым мы имеем доступ, они по факту являются вот этой точкой входа, таким себе вот интерфейсом. И они как бы доступны всем, являются внешними элементами. Те, которые от нас скрыты, ну и хорошо, пусть будут скрыты. Нам все равно, едет и хорошо, сломается, будем разбираться. Самый главный принцип – работает, не трогай. Вот это называется инкапсуляцией, то есть сокрытие реализации какого-то функционала. Как именно работает, нам неизвестно, нам важно только то, что оно работает. И как мы можем влиять на это извне, то есть запустить, остановить и тому подобное. Хороший пример такой инкапсуляции, если брать именно программирование, мне нравится пример библиотек, работающих с изображениями. То есть это достаточно сложная вещь. Не все в этом разбираются, как крутится картинка внутри, как библиотеки обрабатывают изображения. Но они могут нам картинку обрезать, увеличить, масштабировать и так далее. И разбираться, честно говоря, вообще неинтересно. Оно есть и хорошо. У меня есть свои задачи, которые более мне интересны, ничуть не менее сложны и так далее. Но мне на каком-то этапе, если говорить о веб-разработке, скажем, картинку надо уменьшить в размерах. Например, какая-то пришла задача, и нам надо картинку сделать такую, чтобы она вставала меньше при ее загрузке и появлялась на выдаче с меньшим весом по килобайтам. То есть мы используем библиотеку, скажем, и Magic, если говорить о PHP, и говорим, ты давай нам, пожалуйста, возьми вот эту картинку и уменьш. Там все. Один метод. Resize. Мы вызываем один метод, и оно нам уменьшает пропорционально, и нам неинтересно, как она работает. Это сокрытие, как она работает, и есть инкапсуляция. А также доступ. через метод к этому скрытому функционалу. Как это выглядит на практике в разрезе наших классов. На прошлом уроке мы с вами автомобили создавали. Давайте посмотрим, что сейчас есть у нас. Давайте сделаем вот так. Перенесем. Остановились мы на том... Да, что создавали такие вот автомобили. Предлагаю сделать следующее. У нас есть new car. Ага, car. Что там было? New car. Имеет бренд, цвет и max speed. Давайте хонду напишем. Ну а полный видеокурс вы можете посмотреть на канале ITVDN. Для этого вам просто нужно перейти по этой ссылке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за последними новостями. Л rotation. Редактор субтитровпа